Доброе утро! Сегодня 9 ноября 2022 года. Это еще утреннее сообщение Стримаусова, замглавы оккупационной администрации Херсонской области. А уже несколько часов спустя российские государственные пропагандистские каналы скажут, он погиб в ДТП. Это же подтвердит и шеф Стримаусова Сальдо. Сегодня погиб Кирилл Стримаусов. Погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавший в ДТП. Это обращение Сальдо было записано за два часа до первых новостей о ДТП, обратил внимание один из телеграм-каналов, проанализировав метаданные. О том, что гибель Стримаусова может быть инсценировкой, заявил замглавы украинского Херсонского областного совета Юрий Сабалет. Кирилл, Кирилл, чего ты мовчишь? Кирилл, возьми слуховку. Кто такой Кирилл Стримаусов? Бывший бизнесмен, торговавший кормом для рыб. Стал пророссийским общественным деятелем в Украине. Поддерживал Януковича, имел связь с организацией Медведчука, организовывал антимайданы в Херсоне. Называл себя православным христианином и увлекался эзотерикой. Прославился нападением на полицейского и расстрелом из травмата охранника пляжа. Потом он стал блогером и раскручивал тему фашизма и американских биологических лабораторий в Украине. Избирался в Верховную Раду и баллотировался на мэра Херсона. Мимо. Российское вторжение в Украину приветствовал в первых рядах. И дослужился до гауляйтера в Херсонской области. Регулярно записывал нелепые видео, а после того, как за его голову в Херсоне пообещали полмиллиона гривен, сбежал в Донецк. Потом вернулся и снова бежал в Воронеж во время наступления украинской армии. Для всех тех социальных сетей, которые на самом деле больше интересовались моим отъездом в Воронеж, чем той фейковой спецоперацией, которая действительно провалившись, ничем не начавшись. Но есть и другая версия. ФСБ убрала клоуна Стримаусова, потому что слишком много знал. Аварию, подробности которой неизвестны, российские спецслужбы могли подстроить. Ведь идейный фанатик стал токсичным и непригодным для дальнейшего использования. К тому же он выступал против отступления из Херсона, который, скорее всего, русские сдадут в ближайшее время. А возможно, Стримаусов однажды чудом воскреснет где-нибудь в Ростовской области.